Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Щековская Екатерина. У нас возник такой вопрос на курсе со студенткой, что она рисует юбку. Должна быть основа юбки и, соответственно, сверху прозрачная еще часть. Вот такой у нас получился красивый художественный эскиз, но с техническим эскизом не очень заладилось. Давайте мы с вами вместе попробуем это все нарисовать. Идея какая? Сверху у нас юбка на резинке, здесь у нас с вами линия запаха и здесь полупрозрачные складочки. То есть она должна быть, возможно, это шифон, возможно, органза, в зависимости от того, что нужно. Получился вот такой эскиз, не совсем соответствует той задумке, которая нужна. Давайте проправлять и смотреть, что мы с этим можем сделать. Я взяла шаблон для технического эскиза, вот она юбочка, которая потенциально, давайте мы ее вот сюда поставим, чтобы ее было видно. Напоминаю, что шаблоны можно скачать по ссылочке под видео, пожалуйста, используйте. Вам будет с ними намного удобнее и проще. Юбка у нас будет по талии, соответственно, вот он у нас пояс, сразу здесь вопросов нет. И у нас должна быть, вот она, внутренняя часть, достаточно короткая, но закрывать всю основу, поэтому мы берем с вами перышком и перышком рисуем. Я бы не стала рисовать такой вот волнистый прям низ, в силу того, что он будет немножечко переходить, но для подкладки достаточно ровной такой линии. Вот, сейчас мы это все соединим, то есть вопрос был в том, как это все корректно отображать, то, что она у нас, ну, двухслойная получается по сути юбка, да, внутренний слой подкладки и внешний слой. Так, мне понадобится обработка контуров, мы все это сольем. Вот у меня получилась основа, смотрите. Основа залила ее белым цветом, вот здесь по бедру можно посмотреть, насколько эта точка правильно встала, можно чуть ее более приталить. Вот она, прям идет по контуру фигуры, то есть все хорошо. Это первый слой, это основа. Вот представьте, вы шьете юбку, у вас действительно вот она подкладка. Да, оно все сажается на общий пояс, но подкладка вот она. Теперь мы блокируем слой, создаем новый слой и на новом слое будем рисовать уже вот эту вот полупрозрачную шифоновую красоту. Смотрите, центр, две трети, точнее три четверти получается, вот у нас здесь точка даже помечена. Можно сделать эффект прозрачности или вообще этот слой просто убрать, чтобы его не было видно. Вот здесь вот значок видимости, он никуда не ушел, он не растворился, просто я его убрала в невидимый. Соответственно, вот она у меня линия, вот пояс. Видите, как удобно, когда шаблон, то есть все видно. И вот от этой линии у меня получается разрез, я сразу задаю длину. Здесь у меня будет, давайте мы сделаем, что у нас тут будут складочки. Так, и соответственно, насколько близко она будет к бедру, сюда мы ее возвращаем. Юбка достаточно асимметричная, поэтому рисую так. Вот этот уголочек островат, поэтому я беру обводку, делаю углы им достаточно мягкими. И опять же могу посмотреть, насколько, куда мне его сдвинуть, возможно, здесь немножко поддернуть, для того, чтобы он хорошо смотрелся. И мы будем делать ощущение прозрачности ткани. Естественно, когда она прозрачная, накладывается друг на друга, становится более темная. Так что это мы сейчас все с вами сделаем. Вторая часть, то есть она у нас где-то вот, давайте, вот отсюда будет расходиться немножко. И вот здесь тоже, согласно художественному эскизу, который я смотрела, не техническому, она должна быть в нескольких складочках. Вот. Вот такая история. Мы можем ее немножечко собрать, если понимаем, что очень широко. То есть мы это формируем, основной силуэт. Вот он сформировался у нас, силуэт верхнего слоя. Теперь начинаем работать со складочками. Я приближу, вот максимально, да, не надо ломать глаза. И что здесь, какая особенность? Если у нас действительно ткань будет прозрачная, то вот эти части, они будут как бы накладываться друг на друга. Вот, вот это должна быть одна часть. Вот это должна быть вторая часть. Это должны быть именно объекты. Для того, чтобы когда будет формироваться складка, мы это с вами увидели. И даже на черно-белом эскизе это нужно будет отобразить. Соответственно, мы сделаем светло-светло-серый фон, чтобы это было видно на черно-белом эскизе. Вот здесь тоже. Вот. Так, здесь у нас уже нету. Верхнюю часть, как я вижу, нет. Только присборенная сверху. Это мы сейчас отдельно на слое нарисуем. Пояс отдельно сделаем. Вот. Ну и вот тут тоже у нас должна быть складка, потому что здесь вот, оп, двойная такая история. Вот, я их сформировала. Это будут именно паутени такие. То есть формирование как будто бы второго слоя ткани. И мы сейчас это все берем, делаем цвет контура, толщину контура маленькой и сделаем ее такую вот прям полупрозрачную. То есть это вот слой, который будет отражаться через прозрачность. Вот она. Через прозрачность. Это слои ткани, которые накладываются друг на друга. Теперь дополнение к этому. Я создам новый слой, чтобы не цеплять то, что уже нарисовано снизу. Делаем линии складочек. Именно линии. Они могут доходить до разных моментов. И нам нужна только линия без цвета заливки. И толщину сделаем у нее 0,5. Потом мы сейчас эти линии поправим. Смотрите, то что у меня вот здесь вот есть вот эти складочки. Естественно, я на них тоже опираюсь и тоже их формирую. Это работа с полупрозрачными тканями такая. Если бы она у меня была просто прямая, я бы просто тени обозначила и никаких бы вот этих вот двойных слоев рисовать не стала. В случае с полупрозрачной тканью нужно показать, что в случае наложения ткань друг на друга вот так вот встает. Вот здесь вот мы будем чуть-чуть видеть эти кусочки. И это обязательно показать. То, что там есть эффект прозрачности. Как это сделать? Ну, например, вот с этими линиями, во-первых, они как бы внутренние, мы их не видим так ярко. Соответственно, что сделать? Сделать линию более тонкой и сделать ее более мягкой. Она тогда назад туда будет уходить и не будет так ярко светиться. Вот эти линии мы тоже выбираем. Смотрим, какая линия нам подойдет. Вот у нас получилось. Если мы понимаем, что какие-то линии должны быть выделены более ярко, просто им добавляем толщины. Вот 0,5, 0,75, может быть, единичка даже, если это требуется по эскизу для того, чтобы он был более выразительным. Мы все с вами сформировали. Включаем нижний подслой. И видите, один на один лег. Чтобы создать эффект многослойности, что можно сделать? Можно вот эту юбку закрасить ее бледным цветом, каким-нибудь сереньким, и дать ей эффект непрозрачности. Она тогда автоматически уйдет туда, вот вниз. Или даже можно не непрозрачности, а просто серым оттенком ее сформировать, показать то, что она ее не видна. И вот эту юбку основную я предпочитаю сдублировать слой. Ctrl-C, Ctrl-B, то есть я сдублировала то, что есть. Убрать контур и дать заливку. Видите, непрозрачная. И прям вот чуть-чуть, чтобы была непрозрачность. Вот. Таким образом формируется вот эта вот многослойность, которую мы видим. И видно, что она светится, при этом видно, что происходит. А когда рисуем такого плана юбки, можно еще показать раздельно. Ну, как бы, как они между собой состоят. Вот здесь я бы сейчас немножечко вот эти теневые аспекты сделала поярче, потому что они требуются, чтобы их лучше было видно. Чуть-чуть вот их поярче. Чтобы было вот это ощущение, что там внутри слой, здесь прозрачность. Вот это все показать. Даже на эскизах, которые считаются техническими, такое допускается, потому что черно-белый, теневой вот этот эффект, он позволяет это все увидеть. Если мы это уберем с шаблона, то мы увидим вот такую юбку. Она даже без шаблона будет смотреться более четко, будет понятно, что это внутренняя часть. И, соответственно, внутреннюю часть уже можно посмотреть, как нам ее более выгодно закрасить цветом, чтобы она лучше считалась. Нам же нужно на техническом эскизе ее максимально показать. Ну, вот, возможно, чуть темнее. То, что это подкладка, и уже это можно все отображать. По поводу пояса вот этих складочек на резинку, ну, здесь уже мы можем просто это все дело приблизить. Можно сделать внешний контур ребристым, можно как бы по-внутреннему это все оставить. Все это собираем. Вот так. Формируем. Так, здесь крайнюю линию сюда. Сюда замыкаю контуры. Они сейчас у меня будут без контура, они будут просто заливкой. И вот так. Вот, сформировала. Все вместе выбираю. Меняю цвет заливки и цвет контура местами, то есть они получаются черные. Все это вместе. И формирую непрозрачность. Чтобы она была такая легкая. Теперь добавляем линеарную часть. Единственный момент, который лично я люблю делать, это только для удобства рисунка, это заблокировать все слои, создать новый слой для того, чтобы это все нарисовать. Потому что, когда начинают цепляться те линии, которыми нарисованы там тени и так далее, оно это крайне неприятная история. А вот, сразу сейчас мы обводочку 0.25 дадим. И вот здесь сформируем такие линии, которые будут показывать, что у нас здесь, конечно же, что-то такое присборено, что-то такое вот сделано. Можно нарисовать только фрагмент, как я сейчас нарисовала, потом его размножить. Можно его сделать в отражении, вот, в общем, как вам нужно, пошире, поуже. То есть не обязательно прям все-все рисовать. Можно нарисовать, можно вот таким образом его растянуть. Это просто ускоряет процесс. Поскольку у меня это на отдельном истории, то как бы на отдельном слое ничего мне тут не мешает. Я могу какие-то детальки сдублировать, какие-то сделать больше, меньше, для того, чтобы сформировать такой эффект неравномерности. Вот, 0.25 они. И, естественно, добавляем линеарную такую историю. Вот, можно еще дополнительно добавить еще темнинки, чтобы она более четко смотрелась. Вот так. А можно и не добавлять. Можно просто тут нижний слой выцепить и с ним поработать. Если нужен, добавляем шнурок. Если не нужен, не добавляем. Увеличиваем толщину. И вот таким образом у нас получается юбка, в которой мы понимаем, что происходит. Естественно, при прокрашивании цвета мы можем задавать совершенно другую прозрачность ткани. То есть уже прозрачность ткани будет зависеть от того, как мы делаем. Но сейчас я просто покажу, как вот это все будет выглядеть. Если, например... Вот, пожалуйста, эскиз. Мы можем его сгруппировать. Он будет в одной группе. Вот так он будет смотреться. То есть все наши условия мы туда вложили, что она полупрозрачная. Мы через нее видим шаблон, что есть плотная ткань подкладки. Точнее, она не плотная, она не прозрачная. Она не позволяет нам увидеть ноги. Мы это сюда заложили. Показали, что складки идут поверх, что здесь разрез. То есть мы все-все-все нашу идею вложили. И будет смотреться это следующим образом. Если у вас появились вопросы, или вы не знаете, как что-то нарисовать, обязательно напишите мне. Мы это разберем. А на этом все. Оставляйте свои комментарии, лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать много нового, интересного про дизайн, про рисунок и про программы. До скорых встреч. Пока-пока.